Сейчас мы с вами поговорим об ошибках, которые могут допускать разработчики при написании своего кода, а точнее о том, как система к этим ошибкам относится. Это касается как ОРМ в частности, так и всего нового ядра D7 в общем. В старом ядре API пыталась задумывать за пользователя или разработчика, прощала ему ошибки и неточности. Результатом такого поведения обычно бывают сложно отлавливаемые ошибки. К тому же, такой подход порождает массу неявных соглашений, которые нужно знать, о них нужно помнить, либо постоянно держать в голове, либо постоянно обращаться к документации. И нет никакой единой логики в этих соглашениях, нет единообразия. Например, пользователь или разработчик выбирает записи для удаления по фильтру, при этом он случайно ошибается на названии фильтра. Типично API старого ядра проигнорирует этот фильтр и вернет все записи. Следующая инструкция эти все записи успешно удалит, но вы же ожидали иного. Ни в коем случае не очистки всех записей. Давайте рассмотрим пример с получением списка пользователей. Реализуем функционал получения списка пользователей по фильтру на старом ядре. Во-первых, мы указали сортировку. Далее у нас идет параметр, который принимает фильтр. Это третья позиция. Для простоты выбираем пользователя с ID1. В четвертом параметре передаем массив, в котором в элементе с ключом kills лежит массив, который указывает, собственно, какое пулен нужно выводить. Выберем только логин. Идем в публичную часть и смотрим вывод. Мы получили логин пользователя с ID1. Считаем, что мы опечатались и вместо ID запросили ID. Такого поля у пользователя нет и фильтрация по одному полю никакого смысла не имеет. Это ошибка программирования. Смотрим результат в публичной части. Как видим, у нас были выбраны все пользователи, которые есть на сайте. То есть мы допустили ошибку в коде, буквально опечатку. И код старого ядра никаким образом нам не подсказал и не указал на ошибку. А если на сайте пока во время программирования всего один пользователь, администратор, возможно такая ситуация, да, то вы и не заметите ошибку, даже если вы будете проверять результат работы кода. В самом критичном случае вы можете потом получить список этих пользователей и удалить его в цикле. А как же новое ядро? DC в таком случае относится к таким ситуациям. В новом ядре идеология меняется. API ничего не должен додумать за пользователя или разработчика. API должен адекватно реагировать, если он встречается с неожиданной для него ситуацией. Такой как незнакомый фильтр, не переданный ID, не хватает значения, лишнее значение и так далее. То есть полная предсказуемость и адекватность реакции API. Никаких явных и неявных умолчаний. Если вы допустили ошибку, то вы ее заметите сразу. Также реализуем получение списка пользователей по фильтру, но уже с использованием ORM D7. У нас установлен фильтр. Также получаем пользователя с ID1. А также указали, что нужно получить только логин пользователя. То есть все аналогично коду на старом ядре. А вот, собственно, результат работы кода в публичной части. Как видите, результат работы кода одинаковый. Теперь, допустим, аналогичную ошибку в коде на D7. Опечатываемся фильтры. Смотрим результат. А у нас вывелось исключение. То есть битрикс нам сразу сообщил, что у тебя ошибка, иди проверь свой код. Мы сразу заметим, найдем и исправим. А ошибка будет исправлена еще на этапе программирования. Такое поведение кода на новом ядре D7 более логично. Так как мы пытаемся отфильтровать по несуществующему параметру. Что само собой является ошибкой. А вот поведение метода на старом ядре нужно помнить и учитывать этот нюанс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...